Наконец, последнее, о чём я с вами хотел поговорить. Особенно это касается не всех вас. Судя по комментариям, которые вы излагаете, 90%, даже, может быть, больше поддерживаете мои, в общем-то, так называемые бакинские тайны. Ну, собственно говоря, какие-то тайны. Извините меня, конечно, но... Вот, скажите мне, пожалуйста, в своё время, когда президент Соединённых Штатов Билл Клинтон в своём овальном кабинете совершил оральный секс, будем говорить так, культурно? Совершил оральный секс, будем говорить так, культурно, с Моникой Юлинской. Почему-то американцы не поступили, как бараны, и не сказали, ну это же президент, ну ему позволено, ну захотелось человеку. Ты что, свечку держал? Своим корреспондентом я имею в виду, потому что этот оральный секс, секс гулял и до сих пор гуляет, кстати, по интернету. Тогда вообще каждый, даже ленивый, не позволял себе обойти эту тему. Понимаете? Значит, выходит так, с точки зрения некоторых азербайджанцев, они не поступили как чище. Не заткнулись, когда президент занят таким важным делом с этой Моникой Юлинской. Важное государственное дело, вы понимаете? Человеку захотелось, но вот что ему делать. Выбежать на Бакинский буйвар? Или на Парапет Бакинский найти проститутку? Захотел, сделал. Но люди обсуждали это. Вот в чём проблема для азербайджанцев. И в том числе и азербайджанцы, и даже те, которые сегодня меня упрекают в том, что я обсуждаю личную жизнь Елха Малиева или его отца. Видите, олимпийские боги обвиняют меня в том, что я, мол, перехожу красные линии. Друзья мои, если вы обсуждаете сексуальное домогательство у ваших соседей, это является вмешательством в семейные дела чужих людей, и за это вас могут засудить. Это простые люди, они могут заниматься чем угодно. Ваши соседи, ваши родственники, ваши друзья — это не ваше право вмешиваться в их личную жизнь. Это нарушение этикета, это нарушение красных линий. А вот когда президент, которого избрали вы сами для того, чтобы он совершал государственную службу, он живёт на ваши деньги, работает на ваши деньги. Он занимается, извините меня, блядством. Вы говорите, это неудобно. О нём говорить. Теперь, кто из нас баран? Баран, настоящий баран. И не удивляйтесь, когда Жириновский называет азербайджанцев баранами. Иначе как бы назвать, извините меня, когда вы боитесь критиковать свою первую леди в том, что она шалавится, совсем и так далее. Об этом говорят там, внутри, на кухнях. Все говорят Баку об этом. Но на публику в Ютьюбе неудобно. Что вы говорите? Неудобно. Разве можно? Это же первые леди. Это же первый, видите, президент. Который получает зарплату из тех налогов, которые вы платите. Которые, якобы, избраны вашей волей. Так если вы избрали людей, вы просто обязаны знать, в какой постели они ковыряются. В каком дерьме они клюют своим носом. Вы обязаны. Иначе тогда, как я уже сказал, вы можете подобрать с улицы щенка бездомного, безродного, посадить на кресло Илхама Политбюро и сказать, теперь этот щенок будет нашим президентом. Какая разница? И после этого не смейте даже обсуждать этого щенка, откуда он родом и так далее, чем он занимался до этого, как стал президентом. Такие примеры в истории есть, друзья. Знаете, еще, если не ошибаюсь, в первом веке новой эры был такой римский император Калилла. Почитайте о нем. Это интересная история. Во-первых, он был развратным императором. Сейчас я об этом не буду говорить. Но что он сделал? Видя таких же баранов, как азербайджанцы перед ним, он назначил своего коня сенатором. Членом римского сената. Он ему построил дворец, он устраивал приемы от имени своего коня. И все молчали, все принимали этого коня почти как императора, потому что это был любимый конь Каллигулы. Вы понимаете, такие примеры есть. И если, в общем-то, азербайджанское общество возвращается в первый век нашей эры счастливого пути, что я могу сказать? В общем-то, я могу сказать, что я могу сказать, что я могу сказать. 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 Я могу сказать.